Огонь идется из жилых домов, да. Это видят в окнах все люди. Там ездят танки, там ездят грады, минометы на легковых машинах. Людей не выводят вообще. Люди сидят в подвалах, маленькие дети. И там много людей дает Россия коридор. Ну, пошли. По дороге у нас стреляли сзади. Это прямо именно по нам. Лежали полтора часа, не шевелясь. Когда уже замерзли, мы побежали. А кто как стрелял? Стреляли украинская армия сзади на стыд. Вы не знаете, какие там именно подразделения? Националистические украинские армии. Мы зашли на влогпост украинский оставленный. Там не было людей вообще. Я еще подумал, мы отлично выйдем. Метров сто прошли в вашу сторону. И по нам начали сзади стрелять. Прилетела артиллерия, мы как легли. И полтора часа не шевелись. В городе никто не знает про гуманитарные коридоры? Никто не знает. Я вот с соседям своим говорил. Никто не слышал. А что говорят власти? Как спасаться? Власти не говорят ничего. Связи нет. Радио нет. Оповещений никаких нет. Ни домоуправ, но никакие слова. Нас обстреливали. Дом разрушен. Муж погиб. И его не могут вынести. Я вчера, когда нас вывозили, три дня он лежал в доме. Ребята, которые нас выводили, сказали, что похоронят. Где потом узнаешь? Все. У меня ребенок остался на другом конце города. Я не знаю, что с ней. Живано ли. Я не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Мы остались, да, как кушечное мясо. Живущие. В сторону, например, украинских военных. Туда вообще никак не выехать. Даже там всех расстреливают. Даже была колонна, которая эвакуировала. Был коридор эвакуировали автобусы с Волноваху на Мариуполь. По итогу, они отъехали около 10 километров. Их расстреляли. И все. Всех людей. В эту сторону, без всякого. Мы подошли. Ребята приехали. Ребята приехали. Мы подошли, спросили, можно ли они? Да, можно ли. Мы поехали в Донское. Там какие вещи вы взяли. Сказали там бабушкам, что мы едем. Дальше в соседнее село. Нас везде пропускали. Мы два дня были со Светом, а потом 8 дней без Света на бабушке. Что мы могли? Как вы подумайте шаги? Я хочу домой это раньше вернуться. Ой, я хочу, чтобы ты смог домой вернуться. Я тебе этого желаю. Я хочу быстрее домой вернуться. Нет, не открывай, а я передушу именно с Волновой. Мы должны были с часу до 4-х, а мы уже в час пытались от мамы выйти, мы уже не смогли. Это вы имеете в виду зеленый коридор, который вы въявляли? Да. И уже получается в час дня уже с города начали лететь снаряды. Мы просто не смогли подняться и вернуться за город. И с города стреляли? Да. Дочь так и осталась в Мариуполе. Да. Связи есть с ней? Нету связи вообще нету. И через них никак не выходило, да? Какой? Вообще в Мариуполе нет никакой связи. Дороги, которые можно было проехать проселочными дорогами, они засыпали камнями. И вот, знаете, ветки большие, ну, большой высоты. Наложили, что там ни машины, ни чем не хватит. И получается, что у нас, вот мы в доме, ни туда, ни сюда. Многие поддерживают Россию, но об этом никто вслух, как говорится, не говорит, чтобы, как говорится, не нарваться на неприятности. Потому что с этими отмороженными разваривать тяжело очень. Себе дороже.